Режим неедения даёт возможность очистить скафандр и душу, восстановить клапан, чтобы продлить время игры. Я бы сказала, что режим неедения именно даёт возможность, но это не априори равно. То есть неедение — это не равно чистый скафандр, поверьте. Есть люди достаточно чистые в своём теле, в своих помыслах, которые находятся на питании. Да, оно другое. Да, это, конечно же, не мясо, не молочка. И даже там какая-то минимальная еда, но, тем не менее, это в любом случае какая-то пища. И есть такие, которые намного чище. Чище сами по себе, они звенящие, это люди. А на некоторых смотришь, ну я немного неедов видела вживую, и я, конечно, тоже не могу, наверное, так говорить. Но, по крайней мере, вот в интернете даже человек говорит, я не ем столько-то. А на него смотришь, ну это моё видение. И я понимаю, там даже не неедение, а там кто-то говорит, я просветлённый, я 330 раз просветлился за три дня. И вот я весь такой божественный и просветлённый, на него смотришь, ну просто коуч. Вот коуч-коучер, нет той глубины, которую чувствуют некоторые другие, вот так бы сказала. И это такие люди тоже нужны, безусловно. Я ни в коем случае не обесцениваю ни их опыт, ни их видение, ни их сказания. Но нельзя к чему-то ставить прям вот равно и к неедению. Я, на самом деле, в своей жизни встречала человека. Он не питался уже, но он не питался не потому, что он себя считал неедом, а не питался, потому что настолько у него была вот эта вот чистота его сознания, что она была, чистота сознания была больше, чем чистота праны. Вот как бы это банально ни звучало. И это были такие открытия, такие озарения рядом с ним. То есть, конечно же, там уже не нужно было что-то говорить голосом. Но, опять же, я понимаю, что когда мы говорим, что нужно, что такое неедение, это не про то, что ты не ешь, да, а когда ты наполняешься вот этой вот звенящей чистотой. Я не знаю, может быть, её праном можно назвать. То она вытесняет еду, она становится неинтересной. Но это можно любыми моментами назвать, да. Как я говорю, что когда ты становишься другим, то тебе становится неинтересно едение. И когда я встретила это не так давно, когда я встретила человека, который чище и звонче праны, я никогда не думала, что такое бывает. В моём мировоззрении такого не было. Но это такой был резонанс, это такой был диссонанс, что я понимаю, что ещё раз убеждаюсь, убеждаюсь, что чем глубже я захожу в какие-то свои познания, видение своего мира, да, то я всё больше и больше понимаю, что всё, что я до этого считала Знаниями, это всё подсказки о незнании. Спасибо. 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 Спасибо.